Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе. Всем желаю радоваться, веселиться в Господе. Всем желаю возрастать по внутреннему человеку в совершенный возраст. Невеста Христовой из учеников становиться учителями простым способом. Уповая на Господа в каждое мгновение своей жизни, творя добрые дела любви ко всем и каждому, всем людям нас окружающим. Давайте помолимся, и я кое-что поговорю. Господь мой и Бог наш, Иисус Христос, слава тебе, Боже наш, слава тебе. Господи, благослови эту трансляцию, уста говорящего, уши всех слушающих и блаженные руки всех печатающих. Это прославишься Ты, Господь мой, Бог наш, Иисус Христос, в последнее время пришедшего плоти и открывший нам имя свое, которое есть любовь, распятием своим добровольным на кресте. Это откроется помышление, Господи, многих сердец, как когда-то открылось и мое сердце. И узрит всякая плоть славы и величия Твоем в кресте Твоем и воскресении Твоем. На воскресении Твоем также узрит божество Твое. Ибо жизнь в самом себе имеешь только Ты, Господь мой и Бог наш. О вознесении Твоем, Господи, всякая плоть да узрит свободу, дарованную нам всем, оставленную вознесение, дарованную, которая была от начала нашего рождения. Все бы каждому выбирать добро и зло. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Господь и Бог наш Иисус Христос, имя Которому любовь всегда посреди нас, был, есть и будет во все дни до скончания века. Хотел бы поговорить об этих обличениях, опять осуждениях и злословиях. Ну, я вам уже говорил, что Господь в Евангелии никогда никого не обличал, никакие грехи лично, внешним людям. Никогда никого не осуждал, никогда никого не злословил. Он это сам не делал, этого не учил. Вот в послании Иуды есть тоже такой момент, многие иногда на него ссылаются. Я вам хотел показать, кто интересуется, что это, конечно, абсолютно неверный перевод, опять синодальный. В найденных рукописях Кумранского, Мертвого моря, кумранских рукописях, найденных в Кумране, мы находим абсолютно другое. Я вам сейчас зачитаю стихи, как это написано в синодальном и как это написано в древних рукописях. И вы увидите, что перевод не то, что неверный, а абсолютно с противоположным смыслом. И что все эти ссылки всегда неуместны. И, к сожалению, любовь к ближнему – это не биение его по голове, это не обличение его грехов, это не осуждение, не злословие. Любовь к человеку – это когда мы делаем все для того, чтобы человек был счастлив. И все, что мы можем подать человеку, мы подаем. Все остальное, место Господу мы должны давать, и Он сам все исправит. Мы должны равняться на Христа. Христос этого никогда не делал. Мы не можем найти в Евангелии ни одно место, где Христос кого-либо там обличал каким образом. В личном грехе никогда. Он лишь проповедовал, что хорошо, а что плохо. Выбор за каждым человеком оставался индивидуальным. Я начну с 20 стиха, хотя конкретно будем рассматривать 22 и 23 стих. Но я прочитаю, как это звучит все на дальнем переводе, ну а ссылочка будет у вас прямо на экране, чтобы вы тоже могли следить. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере, назидая, да, возрастая вере, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Заметьте, я вам всегда буду обращать внимание, сохранять себя в любви Божией, это не значит купаться в любви Божией, а сохранять себя в любви Божией внутри меня к человеку, ибо любовь, она проявляется, любовь Бога к человеку. Господь любит кого-то, а не сам себя. Почему? И, кстати, проследите за текстом, написано, ожидая милости от Господа. Если бы мы сохраняли себя в любви Божией, если бы он имел в виду внешнюю любовь, зачем опять писать, чтобы мы ожидали милости? Милость и любовь, ну или милость, одна из проявлений любви. Как можно себя сохранять в любви внешней Божией? Тут же пишет, ожидайте милости от Господа. Имеет в виду сохранять себя в любви Божией к человеку. Как Бог нас любит, все нам прощает, все покрывает все грехи. Господь покрывает грехи, а не выносит им наружу. Ожидая милости самим, когда мы себя сохраняем в любви к человеку, то мы тогда ожидаем милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Господь говорит, прощайте и прощены будете. Я надеюсь, вы научитесь читать Писание благодаря вот таким внимательному чтению и пониманию Христа, его смысла, его пришествия на землю. Он явил нам любовь свою. И мы должны поступать так же. А в этом все Писание. Чтобы мы делали, как Он. Он наш путь, истинная жизнь. Не люди. Мы должны смотреть не на людей. И как мы читаем в синодальном переводе. И к одним будьте милостивы с рассмотрением. А других... То есть, Он делит... В синодальном мы видим, ну, неважно, кто это переводил, кто это все писал. Сейчас не об этом речь. Делит людей на две группы. Типа, к одним будьте милостивы с рассмотрением. Правда, непонятно, с каким рассмотрением. И что надо рассматривать. А других страхом спасайте. И сторгай из огня. Обличайте же со страхом. Да, два раза страх. Ну, это все, кто... Язычники вот эти, христианствующие. Все вот эти ортодоксы, да и протестанты. Они очень любят страх. Они так любят людей страхом спасать. Кто знает, что творится в ортодоксе, там все построено на страхе. Все абсолютным. Что весь этот культ магии хлеба и вина, все это исп, всех этих таинств, все построено на страхе. Чтобы люди что? Были на крючке. Если людей освободить, если они познают истину и сделают свободу, никого ты будешь стричь. Никого не останется, кого можно было стричь. Стричь можно только тех, кто вечно живет в страхе. Поэтому это их нелюбимое слово. Одних будьте милостивы, а других страхом спасайте. И сторгай из огня. Обличайте же за страхом, гнушаясь даже одеждой, оскверненной плотью. Что мы читаем в рукописях? Второго, третьего века Господом нам открытым и найденных. Там Иуда, апостол, делит на три группы, каким людям мы должны быть, проявлять любовь и каким образом. Первая группа. По тексту следите, текст у вас на экране. 22 стих. Ну, 20 стих, там все то же самое. Первая группа. Это сомневающиеся. И в этих рукописях так написано. И к сомневающимся будьте милостивы. Там послание, если вы целиком, конечно, я перед этим роликом рекомендую, конечно же, целиком послание прочитать, после прочитать целиком. Во-первых, речь идет опять о гонениях, твердости веры. Это всегда подразумевается. Особенно первое время вы прекрасно, кто знаете или кто понимаете, просто Христа, ну, знать-то должны как минимум из книги Деяния, что сам Павел и все ему, Сауль, Шауль по-еврейски, сам был первым гонителем. Естественно, были и другие, потом, которые за ним так же охотились, как он охотился за всеми последователями на зарезкой ересь. Точно так же Павел сам на эти грабли свои, которые сам раскладывал, сам и стал наступать. Естественно, за ним потом точно так же гнали, бегали, пытались и его точно так же не раз и убить, и все с ним плохое сделает. Поэтому первая группа – это люди, ну, и как вы помните, я вам всегда говорю, это, естественно, жизнь нашей, дела нашей веры, вера наша во что? Что Иисус Христос – это Бог, имя Которому любовь. И мы люди, Его образ, дети Отца Небесного, или Его образ, ибо дети похожи на родителей, и можем уподобиться Ему в Его природе. Природа три у Бога, у природы основных, у Божественной природы, которую мы обладаем. Это бессмертие, образ воскресения, это свобода, образ вознесения, и это любовь, образ Креста Господнего, и всех Его благодеяний. И вот мы в этих, ну, так как бессмертие, свобода, которую мы только сами можем отдать, поработившись немощным веществом начало мира, или рабствовать людям и их учениям, то по-хорошему, бессмертие и свобода нам даны от природы, если мы сами от них не отрекаемся, то мы и бессмертны, и свободны по своей сути. Но от своего бессмертия мы отречься не можем, ибо Господь не говорил, что Личность будет уничтожима. Он сказал, говорил, что одни будут вечно мучиться, другие вечно радоваться. Хотя слово «вечность» я уже вам много раз говорил, от нас сокрыто, мы понятия не имеем, что это такое. Если бы речь шла о бесконечности, это бы слово и употреблялось. Вечность и бесконечность, два разных слова, они обозначают, имеют разный смысл, смысловую нагрузку, естественно, разные определения, разные значения. От свободы от своей мы можем отказаться, да, мы можем рабствовать греху и рабствовать человеком. Это мы можем делать, это, пожалуйста, это мы свободны. Ну, нормальные люди, нормальные христиане, конечно же, свою свободу, дарованную нам Иисусом Христом, помните, как Павел в Галатах говорит, мы этой свободы дорожим, ценим, бережем ее, и никому ее, конечно же, кроме Бога, не отдаем. Наша свобода одна, это рабство Господу Иисусу Христу по плоти, и рабство любви, то есть Господу по духу. Вот и все, поэтому, только в любви, на самом деле, у нас полнота, возрастань, ибо душа достигает полноты своей зрелости только в любви. И вот мы читаем, что Иуда пишет о трех группах. Первый, это сомневающиеся люди, не важно, там, упование твое, ежедневное в чем-то, что ты не уповаешь на Бог, у тебя там головка заболела, или еще что-то, у тебя там зарплаты, уволили тебя, какие-то беды в жизни, или вот да, вообще гонение за веру. И вот Иуда пишет, что к таким людям, слабым в вере, об этом много, другие апостолы пишут, Павел в частности, сам Господь, вы помните, в Евангелии не раз там укорял за маловерие. Вот, то есть к таким людям тоже быть милостивыми. То есть Иуда пишет о трех группах людей, как бы делит их, и ко всем призывает быть милостивыми, то есть человеколюбивыми. То есть первая группа, это сомневающихся людей, как я вам всегда говорил, греха только два есть, против любви к человеку и против упования, так скажем. Хотя по сути, мы никогда по-настоящему любить не сможем, если не будем уповать на Бога, если не поймем, что мы дети Божьи, и не станем, как дети Отца нашего Небесного. Вот. Вторая группа, других спасайте, он говорит, то есть вторую группу, так скажем, делит, выхватывая из огня. Что это значит? Огонь какой бывает? Гиенский. Мы все это прекрасно знаем. То есть люди, которые покатились по наклонной, то есть в грехи, в гиену огненную, он говорит, и таких спасайте. Других спасайте, да, тех, кто даже валится в грехи. Неупование, это одно. По сути, это неупование. Мы действительно не видим, что Господь, когда говорит о суде в Евангелии, он не говорит, что будет судить за маловерие, вот как он очень часто укорял и учеников, и даже внешних, когда к нему помнить, приходили, он не раз говорил, где твоя вера, вера твоя спасла тебя. Да, упование нас самих делает счастливым. Но Господь, когда говорил о суде, никогда не говорил, что он будет судить за неупование или за упование. Он, конечно, всегда говорил, что самый страшный, единственный грех, это грех против ближнего, грех против человека. Упование нужно нам. И не уповай на Бога, ты никогда ничего. Как ты отдашь последний рубль, если ты не веришь в Бога? Как ты отдашь даже не последний, а даже первый свой рубль, хоть десяти, но если ты не, ты будешь все в себя. Ой, а вдруг я завтра заболею, а вдруг это, а вдруг то, а мне то, надо мне все. Человек, не уповающий на Бога, на самом деле, любить никого не сможет. Поэтому Господь и сказал, отвергнись меня, возьми кресло, отвергнись себя, возьми кресло и следуй за мной. Это формула. Отвергнись своих страхов, отвергнись своих всех неупований, то есть неверия. Твори дела любви, это символ, переносный смысл слов Христа, несения креста. Естественно, все понимают, что такой крест, это любовь Бога к человеку, а значит и наша любовь к другим. И следовать за ним, то есть любить так, как он. Он всегда говорил, что любите друг друга, прямыми словами он в Евангелии от Анны говорил, любите так, как я вас возлюбил. Это то же самое. Разные просто слова в Евангелии все время крутятся у одного. То есть поверь, что ты только отвергнешься себя, то есть положись на Бога. Господь сказал, на меня все положи, все свое бремя, все свои горе, печали, стивы. Помните, как это не раз во всей Библии Господь даже призывал иудейский народ не раз. То есть упование нам, первое это вера, вера диванная, да, вера, она превращается в упование. И соответственно, потом в любовь к ближнему. Но как? У нас есть образ и подобие. Господь сказал, каким образом нам любить? Как Он? Как Он? Это красная линия всего Евангелия. Ни на кого больше смотреть мы не можем. Ни как Петр, ни как Павел даже. Мы там можем почитать, что-то полезное, Бог вдохновенное, да, мы можем найти. Но надо понять, что любить мы должны, как Христос. И вообще смотреть, образец и других людей сравнивать только со Христом. Ни с Павлом, ни с Аполосом, ни с Давидом, ни с Соломоном. А именно с кем? Со Христом. С нашим Господом и Творцом. С нашим примером, который был явлен нам очень явно. Поэтому Он и говорит, что спасайте тех, которые и в ад идут грехами своими. И третья группа, Он говорит, а к третьим проявляйте милосердие. Все то же самое. Там слово стоит, что к первым будьте милостивы, там и к третьим проявляйте просто милостивость, нет такого слова. Я просто смотрел, в греческом вообще одно и то же слово стоит. Там я, честно, не выписал здесь, я вот опять по бумажке читаю. Вот на экране, там все видите, там греческое слово я поставил, там одно и то же стоит. Вот. Поэтому, в принципе, что все время говорится о милосердии, но о любви. Слово милосердие, любовь, это одно и то же в библейском смысле. Вот. Поэтому, что к первым будьте милостивы, что других спасайте, но опять спасение дело любви, выхватывая даже из огня. И к третьим проявляйте милосердие, но опять милое. Или там слово именно милостивый стоит. Ну, проявлять уже нельзя милость. То есть, к третьим будьте тоже тогда милостиво надо написать. Но он написал слово глагол проявляйте, соответственно, поставил слово милосердие. Но в греческом слово, кстати, вообще одно и то же. На русском кажется, что слова разные. Все одно и то же. Какая разница? Можно было бы, если сейчас по-другому написать, будьте милостивы к кому? К маловерным, к грешникам, к согрешающим, теми грехами. И сейчас я вам расскажу, почему на две группы он поделил еще вот этих согрешающих. А к третьим проявляйте милосердие, но будьте осторожны, гнушаясь даже одеждой, оскверненной греховной плотью. Во-первых. Ну, все, я вам прочитал. Хотите еще раз прочитать, как это пишет Иуда, когда нас дошли древние записи. И к сомневающимся будьте милостивы, других спасайте выхватывая из огня, к третьим проявляйте милосердие, но будьте осторожны, гнушаясь даже одеждой, оскверненной греховной плотью. Где вы тут хоть раз слово страх услышали? Нет. Слово обличения услышали? Нет. Вы понимаете, насколько извращены переводы? И люди ссылаются, и думают, что они поступают поистине, а они так не поступают. Нигде апостол Иуда не учил нас ни страхом никого никаким спасать, а одних страхом спасать, а других тоже страхом обличать. И никаким страхом ничего нам Иуда не заповедует, ничего делать, и никого обличать. Первая группа – это люди маловерные. К ним надо относиться точно так же с любовью. Можешь – поддержи, не можешь – будь милостив и не суди этого человека, не обличая его и не злословь его. Будьте милостивы к сомневающим. Это призыв, призыв исполнить дело любви по заповеди любви. Вторую группу, он делит просто на два вида, как с ними поступать. И он рассказывает, как тебе поступать с ними. Да, группе согрешающих людей. Грехом, естественно, грех есть один, против человека. И вот эти люди, которые в тартарары покатились, он говорит, в огонь гиенский, двумя методами ты спасаешь. Даже выхватывая из огня, неважно. Если этот человек бросил пить в свое время, но потом похулил Духа Святого, там угостил и пошел вдруг бухать в кабак, ты должен его спасать даже оттуда. Пойти за братом, умолять его, опомнись, брат, покайся, пошли домой, перестань пить. Если он пошел в блудилище, и ты туда за ним идешь, в блудный дом, и спасаешь его, говоришь, брат, брось все это. Если бы брат стал изменять жене, ты его спасаешь. Говоришь, брат, дорогой, опомни, что ты делаешь, ты несчастье, ты разрушишь свою семью, ты причинишь боль, страдания, жене, детям, близким, разведетесь, родители твои, ее будут страдать. Это приведет несчастье не только к тебе, и ты будешь страдать потом. Ты потеряешь то, что дал тебе Бог. А третья группа, он какая пишет? К тем же самым. К третьим проявляйте милосердие, но будьте осторожны, гнушаясь даже одеждою. Что это значит? Я вот поставил вам Галаты 6.1, Павел пишет точно о том же. Когда он там о любви к ближнему пишет, очень похожий момент, очень нам все расшифровывает. Он то же самое пишет. Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовный, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Что Павел, что Иуда пишет об одном. Вот я вам сейчас специально взял такие два примера. Алкоголик и блудник, допустим, ну или прелюбодей от жены или блудник, неженатый там, да. Если ты сам, бывший алкаш, или там брат наркоман, да, и ты бывший, может быть, наркоман, если ты сам упадешь туда, это то же самое, что, ну и можно было привести слова, конечно же, Господа нашего и Спасителя, где он и говорил точно о том же, что если правая рука или левая соблазняет, это вот точно об этом Господь говорил, и апостолы в духе учения Христова просто другими словами говорят, что если правая рука или левая тебя соблазняет, отсеки ее. Казалось бы, правое дело, да, ты можешь побежать за братом, но если ты сам еще слабенький или боишься, ты побежишь этого брата из кабака спасать, он тебе скажет, нет, брат, давай выпьем и похворим. Одно дело, человек сильный, вот такой, как я, у меня не было страсти к алкоголизму, ничего, я бы даже мог с этим братом стопку пропустить, лишь бы он меня слушал, там по ситуации надо действовать, лишь бы его вытащить оттуда. Ну, хотя я бы этого не стал, естественно, делать, но я бы мог спокойно там сидеть и с ним всю ночь разговаривать в этом баре, пусть он там пьет, я же не могу ему дубинкой по голове дать и забрать его, это не Евангелие, но я бы его всю ночь уговаривал бы, всю ночь бы выслушивал, почему он начал пить, что случилось там, если бы он побежал в блудилище, в какой-нибудь кабаре, да, я не говорю, что я к нему в комнату побежал бы, где он там уже блудил, нет, но, допустим, сидит в каком-нибудь кабаре, там, да, да, он скоро захочет там сблудить, загрешить, я бы всячески его уговаривал, я бы узнавал, почему, я бы все сделал, все что, причем я-то могу там быть, находиться и не согрешить, вот об этом, что Павел, что Иуду, что Господь говорил, да, если ты сам соблазняешься, конечно, это не твоего уровня, я Господь не посылал, если ты вместе побежал за ним, и вы оба в грех свалились, это не угодно Богу, да, Господь сказал себе, даже правое дело, рука, правая нога, то есть ты пошел, Господь говорит, правый глаз, ты вроде бы правильно мыслишь, да, но если ты сам соблазняешься, нет, не делай этого, ты на это не способен, ты к этому не призван, то же самое пишет Иуда, да, если ты способен вытащить брата из огня, да, можешь хоть за ним в огонь бросаться, но если ты не способен, он говорит, то бойся, ну да, издалека можешь сказать, да, передать через кого-то еще что-то, а так он говорит, гнушаясь даже одеждой, да, то есть ты не прикасайся к этому, если ты сам согрешишь, не прикасайся к греху, Господь сказал, не трогай это, если правая рука там соблазняет, все то же самое, Павел говорит, ты смотри, ты, говорит, исправляй такого в духе кротости, кротости духи, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным, ты же сам можешь искуситься, если нет, если это вообще никогда, тебе это не касалось, я говорю, вот, я могу в кабаке сидеть, у меня к алкоголю даже, в принципе, негатив, можно сказать, сейчас я уже давно, вообще, я говорю, даже на каких-то цивильных собраниях, я не хочу, мне это не надо, я действительно никогда его не любил, да, поэтому я спокойно пойду за братом, буду всячески его говорить, я спокойно буду с ним стоять там, или сидеть, где он там на берегу реки сидит, упиваются, и буду пытаться его спасти, пытаться его уговорить от этого греха, отвести всячески, да, брат побежал на дискотеку, да, там искать себе какую-нибудь, прелюбодействовать с женой, там, да, чтобы изменить ей, я пойду на эту дискотеку, буду всячески его там отговаривать, совершить это, да, я могу это, мне дискотека ничего не сделает, у меня не было от природы этих страстей, и Господь еще и избавил меня, хотя он, я из тех же самых блудников, но мне Господь очистил меня, я знаю, что это такое очищение, я знаю, что такое чистота и святость, даже тело, все, ты можешь пойти, ну, и то, даже там, да, я почувствовал, опять же, да, кажется, я с такой уверенностью говорю, да, я с уверенностью говорю, что я пойду, я чувствую, но если вдруг я там почувствую, меня самого потянул, я скажу, брат, я тебе все сказал, ты если можешь, давай ты хочешь, давай пошли вместе, все, понимаете, вот так вот, вот о чем написано-то в Иуде, никакого страха, спасайте страхом, и все это читают, как по башке надавать, в духовные или телесные цепи грешника связать, ничего подобного, Евангелие, это добровольное, сознательное, человеком избирание добра и зла, все эти крещения младенцев, вы знаете, для чего придумали и притянули, чтобы вообще не ходить, не проповедовать, а адептов себе сразу, с младенца себе привязать, все там на страхе, везде, и в ортодоксе, и в протестантизме, все то же самое, а Христос никаким страхом никого не спасал, вы знаете, это прекрасно, кто знает Евангелие, одна любовь была, он только призывал, когда соблазнялись, он никогда ни за кем не бегал, но он за всем ходил, он за нами на землю спустился, это да, но он только призывал, и когда соблазнялись, не на истину, а на зло, так скажем, он говорил истину, что он мог, он говорит, хотите его, отойдите, я вам другого сказать, ничего не могу, я истинный, глаголю истинный, все, кто от истины, слышит голос мой, и идет за мной, все очень просто, вот, поэтому вот про Иуду, я хотел ролик записать, потому что многие меня и ссылаются, я слышу иногда на этот ролик, кто-то мне специально спрашивает, и я просто уже устал каждому лично объяснять, думаю, что блог-то есть, вот запишу, чтобы на экране я написал, ссылка будет на мои тексты, знаете, на христолюбие, вот, ну и это я просто на свои, а так пожалуйста, находите все это, много известных сайтов сейчас, которые все это позволяют, все это показывают, причем вы можете через свою конфессию, благо это стараются пока не все еще скрывать, что на ортодоксальных сайтах все это есть, потому что все эти рукописи найдены, все они лежат в музее, все это известно, смысл категорически противоположный, Иуда призывает всех любить, да, и маловерных, и грешащих, и грешащих спасать, маловерных вообще надо просто быть терпеливым, к таким людям, ты веришь крепкой верой, уповаешь, гостов вообще в жизни целиком на Бога положиться, кто-то колебается бывает, ну, можешь подкрепить добрым словом, подкрепи, нет, будь милостив к человеку, ты твердый в вере, кто-то падает, Бог будет каждого судить, мы никого не судим, никого не обличаем, никого не осуждаем, можешь сделать доброе дело, сделай к человеку, поддержи его, словом, делом, укрепи, все, что тебе Господь подает, все неправедное богатство, употребляй в то, чтобы стяжать себе праведное, твое, твое, никто тебя не отнимет, Господь тебе все воздаст, чего ты заслуживаешь, вот, а грешникам проявляй свою любовь в ихнем спасении двумя способами, если ты сам не падаешь, конечно, в эти грехи, конечно, сколько можешь, не отталкивай никогда грешника, Господь этого не делал, всячески, ты его будешь обличать только своей жизнью, находясь рядом с ним, поэтому никогда не отталкивай, а то да, преподобный с преподобным, будешь понахватать вот этого из ветхого за это, а Христос не преподобный с преподобным, но с грешниками, с мытарями и блудниками находился, обличал их своей жизнью святой, вот, это надо вот это, тут две темы хотел затронуть, спасение страхом, никакого нет спасения страхом, это противно Евангелию Иисуса Христа и апостолу, поэтому, если вы в других местах находите, ну, мы еще и другие места буду себе показывать, вот, вы знаете прекрасно, сравнивайте все с Евангелием, Библия это не набор, это не, это не истина в последней инстанции, Библия это набор книг, это раз уже ролик мой смотрели по Библии, это не слово Божье, это разве слово, это слово Иуды, а не Божье, которое, как мы видим, еще и подделывается, в ту угоду, какую угодно, тем, кто это пишет, попахивает прям чистым ортодоксом, ну, и вы знаете, кто это писал все, чьи это переводы синодальные, все у них страх, у них весь их культ на страхе стоит, иначе, как тогда ты будешь овцами, как ты их стричь, ты будешь, как ты им будешь управлять, хотя Господь призывал и сам нам показал другой метод, говорить, говорить, и кто слышит голос истины, тот идет, добровольно идет за пастырем, вот и все, и вот вы видите, категорически другой перевод вообще, категорически другой, ни о каком ни страхом спасения, ни обличении речь вообще не идет, ни страхом не обличать со страхом, ни со страхом не спасать, ничего этого подобного рядом нет, спасать всегда с любовью, к сомневающимся, там вообще все проще, это вообще, так скажем, это даже не столько греха, Господь никогда не говорил, конечно, что это грех, упование это счастье для человека, и это просто дело его веры в Бога, явление, вот и все, Христос никогда не кричал, что он любит Бога, но он все время уповал на Отца, вы это прекрасно знаете, и второе, что кто действительно согрешает против ближнего, такого ты спасаешь в разумлении, в разумлением, в скротостью, как Павел говорит, в скротостью, двумя видами, до упора, насколько ты способен, насколько тебе Бог попускает, дает силы, дает твою личную святость, чтобы ты не падал, и если ты сам уже можешь упасть, то, конечно же, отсеки это, Бог с тебя не спросит, то, чего ты не мог сделать, Бог с тебя спросит только за то, что ты мог сделать, если ты, конечно, сидишь на диване, когда брат согрешает, это его никак не можешь ему ничего, точнее, не можешь и не хочешь помочь, да, это другой вопрос, а когда ты хочешь помогать, сколько ты можешь, но ни о какой кувалде, ни о каком обличении, злословии, осуждении речь не идет, вы знаете прекрасно, как Господь спасал нас, грешников, никому никакие личные грехи он не показывал, и подол перед всеми никому не поднимал, вы прекрасно должны, просто Евангелие надо знать, знать, наизусть я, когда даже слово себе употребляю, имею в виду не наизусть, особенно главы, стихи, а дословное содержание, притчи все, не то, что ты их, тебя спросит, ты должен рассказать, но когда другой рассказывает, ты должен знать, что ты это знаешь, как говорится, сказать аминь под каждым словом, вот так вот, ну в принципе все, я так сказал, текст у вас перед глазами, вы в него вчитывайтесь, я говорю, найдите сайт, и себе пометьте, если вы бумажно читаете вариант, я считаю, что все это надо жестко вырезать, и познавать истину, и любить истину, исследовать истине, а не лжи, если вы узнали, что там есть ложь, не бояться, идти за истиной, вот и все, ну все, давайте исполним, единственное дело любви к Богу, это благодарение, и словословие, которое сам Христос являл и нас научил, сам сотворил и нас научил, Господь мой Бог наш, Иисус Христос, Бог любовь, заботливый, любящий родитель, слава тебе, Господи, слава тебе, спасибо тебе за все, Господи, за всю любовь твою, за все, что подаешь нам в этой жизни, потребное для жизни, радости и веселья, и для уподобления тебя в святости, ибо ты свят добрыми делами любви к ближнему, ко всем и каждому, и к сомневающимся, и к согрешающим, и к святым, слава тебе, Господи, слава тебе, спасибо тебе за все, благодарим тебя, Господи, за всю любовь твою, Господи, я благодарю тебя за всех, кто смотрел этот ролик, за всех моих братьев, сестер, за всех любящих меня, и учащих меня любви, слава тебе, Господи, слава тебе, Господь и Бог, живой Бог, Иисус Христос, Бог, любовь наша, всегда во веки веков посреди нас, помните это, братья и сестры, любите друг друга, уповая на Господа, всеми теми дарами, естественными, сверхъестественными, какими нам Господь подает, любите друг друга, служите, служите, помните, что Господь пришел на этот мир, не судить, а спасать, и пришел не для того, чтобы ему служили, а чтобы послужить. Ну все, всем, кому понравился ролик, ставьте лайк, кому не понравился, все равно ставьте лайк, добавляйтесь, делитесь со всеми, кто алчит и жаждет евангельской правды, чтобы вот этих искажений не было, надо понять истину и не бояться узнать ее, естественно, смело сбросив себе всю греховную одежду, последовать за Христом. Все мои адреса канальчиков наверху, какие есть, подписывайтесь, смотрите, что интересно. Все мои контакты для связи всегда внизу, я всех рад видеть у себя, в друзьях, в знакомствах, в контактах. Ну а все какие-то полезные ссылочки, я все добавляю справа. Все, всех нежно целую, крепко обнимаю. Пока-пока, до встречи в следующем ролике. до встречи в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok